Всем привет, ребят! С вами Корвид, мы находимся в Dead Maze и продолжаем играть. Итак, мы с вами попали на новую территорию, да, и теперь нам нужно поговорить с Хлоей. Я надеюсь, на тебя, дружище, поможешь мне вернуться, и я расскажу тебе, как найти мой город. Да, все верно, Лейк Ю Лейн, 18, единственный жизнеспособный лагерь выживших, о котором мне известно. Давай скорее, а то я вряд ли смогу рассказать тебе больше, если сдохну тут через час. Мы же с тобой не хотим этого, так? Найди мне бинты, и я продержусь, пока не доберемся до Лейк Вилл. Спасибо. У меня есть бинты. В поисках Эггана, глава 1, новое начало. Вот так вот. Что делать? Пощите бинты, ну все, да, бинты у меня есть, принесите бинты Хлои, бинты у меня есть. О, спасибо за помощь, это было неожиданно, обычно я сама справлялась. Ладно, теперь мне надо вернуться в Лейк Вилл, чтобы меня подлатали. Но есть кое-что, что нам нужно сделать до того, как мы вернемся. Как я уже говорил, я отправилась в Сакраменто не просто так, произошло кое-что, в чем требуется разобраться. Но встреча с тобой помешала мне это сделать. Так что теперь мне нужно, чтобы ты собрал информацию, за которую я пришла. Дело в том, что попытки найти дорогого мне человека привели меня в Сакраменто. И так уж совпало, что прямо перед тем, как наткнуться на тебя, я увидел сигнальную ракету в небе над городом. Я думаю, кто-то неподалеку попал в неприятности. Надеюсь, что это был не тот, кого я ищу. Можешь сразу знать, что там произошло? Я не могу уйти, пока все не выясню. 5000 опыта мне дали. Собрите информацию о том, кто запустил сигнальную ракету. Хорошо, а куда мне двигаться? А, ну вон, в принципе, по картишу видно, да, куда идти. Так. Четвертый уровень у меня уже, ребята. Концентрация активная, навык длительность 8 секунд. Уклонение плюс 60%, скорость передвижения плюс 50%. Сопротивление, это, я так понимаю, пассивный какой-то, да, будет навык. И шоколадный торт. Давайте, наверное, возьмем пассивную или лучше активную. Давайте, наверное, активную вот этот возьмем навык. Вот он у нас появился. Далее репутации 20 штук. Я думаю, что вряд ли я за эту цену сейчас смогу что-то купить. Так, ну, мне вот туда вот нужно наверх. Здесь довольно много всяких игроков тоже бегает. Можно повходить, в принципе, вот так вот в дома. То есть там побегать что-то, поискать, посмотреть. Но, как правило, ничего особо интересного здесь нету. То есть очень много всякой еды, воды и всякого такого. А именно вот чего-то интересного, полезного. Я так подозреваю, что мы там не найдем с вами. Бейсбольная бита есть. У меня вот такая вот пила, 57 урона. В принципе, довольно много. Вот. Ну, сейчас нам надо куда-то двигаться. Это что такое валяется тут? Интересное. Что это здесь у нас? Похоже, он сражался в тот момент, когда запустил ракету. Сигнальный пистолет сломан. А, вот оно что. Так, кажется, был сигнальный пистолет. Так, кажется, была даже моя миссия. Я понял тебя. Так, ну, мне куда-то туда сейчас идти. Продолжайте собирать свидетельства о том, кто запустил сигнальную ракету. Да? Знаете, получи, получи, гад, вонючий. Сильный, блин. Вот так вот. Что-то там с них падает. Кухонный нож, тарелка. Всякий, всякий хлам, короче, с них. Сыпется с этих зомби. Так, этого тоже убили. Надо посмотреть, сколько дают опыта. Сто сорок пять было, да? Стало сто шестьдесят пять. Интересно, будут ли здесь задания по фарму? Типа, убейте десять зомби. Ну, или, типа, того что-нибудь. Вполне, кстати, могут быть. Так, мне, я так понимаю, к этой машине, да, теперь? По-английски почему-то написано. Продолжайте следовать за тем, кто запустил сигнальную ракету. Так, теперь мне туда нужно бежать. Ага, то есть надо посмотреть на вот этот труп, да? Что пишут? Все, что осталось от человека, он до сих пор сжимает туалетный ёршик. Неудивительно, что его постигла такая участь, если это все, чем он мог отбиваться. Хотя зараженный, мало того, мало что от него оставили. И его рюкзак, учитывая все обстоятельства в относительно неплохом состоянии, внутри есть послание. Карен, я добрался до убежища, поскольку тому, кого ты отправила меня сопровождать, кажется, можно доверять. Мы решили разделиться, чтобы он сообщил тебе о том, что нам удалось обнаружить. Он расскажет подробнее. Сюда явно что-то движется. Я буду продолжать расследование. И не смогу встретиться с тобой у Бодега Бэй. Прошу прощения с наилучшими пожеланиями Эгган. Хлоя хочет взглянуть на это. Вот так вот. Ну да, кстати, в принципе, если заниматься фармом, то, ну, как бы, первые левелы можно, в принципе, набить довольно быстро. Ну, а записка, говоришь, давай ее сюда. Что за ерунда? Так. Это написал Эгган? На него это не похоже. Ох, прости, я отвлеклась. Ты ведь, наверное, не знаешь, что такое Эгган. Понимаешь, этот человек просто легенда воплоти. Ведь я, как и все, обязана ему всем. Это он создал Лейковью и объединил нас. Он что-то типа неугомонного гения. Он должен был быть нашим лидером. Ведь все уважали его. Но теперь происходит что-то странное. Он надолго пропал. Я начал беспокоиться и подозревал что-то неладное. Ладно, это не подходящее место для сказок на ночь. Остальное расскажу в Лейковью за пивом. Давай я покажу на карте, где нас искать. И еще кое-что. Люди в Лейковью честные, но не слишком дружелюбные. До тех пор, пока ты не покажешь, чего стоишь. Не переживай из-за этого. Оно того стоит. Глава 1 в поисках Эггона. Пора в седло. Я так понимаю, что нам теперь надо двигаться в новую локацию. Вы только что открыли новую территорию. Лейковью лейн 18. И мне дали 5000 опыта снова. Так, пятый левел. Максимальное здоровье плюс 1. А что так мало? Арматура. И охотничий нож. Ну, значит, берем максимальное здоровье плюс 1. Что-то как-то, да, действительно, очень мало, по-моему. Что мне дальше делать-то? А, вот, на велосипеде, получается, могу поехать на новую территорию. Ну, давайте мы, наверное, пока не поедем. Давайте побегаем, поизучаем вот эту вот локацию. Мне кажется, будет полезно побегать, поизучать сейчас здесь. Потому что, вот, я смотрю, что у всех там есть какие-то маски. Какие-то непонятные куртки. То есть, какая-то непонятная одежда. Возможно, здесь можно найти всякий интересный лут. Вот. Ну, и также можно, в принципе, прокачаться еще. Плюс ко всему. Поэтому давайте, наверное, побегаем вот так вот. Покачаемся. Подобываем всякий интересный лутецкий. Вот так вот. Этого тоже вот так вот. Минус о нем. Посмотрим, что из него выпало. Огурец. Огурец, огурец. Что у нас здесь? Газета, цветок какой-то. Словарь, факел. Так, экран, гвозди. Я думаю, что много предметов здесь мне понадобится для крафта. Свеча. Абстрактная скульптура. Там вон какая-то сумка. Можно посмотреть. А здесь вот желтенький такой вот... О, модификатор оружия. Это что это такое интересное? Надо будет взять. Ведро. Погнали дальше. Так, минус этот. Минус этот зомби. Поднем посмотрим, что у нас там. Слишком далеко. Интересно. А, давайте посмотрим, что в сумке. Бутылка, фрисби, бутылка с токсичной водой. Кирпич, кирпич. Так, этого тоже добьем. Так, кроссовки всякие валяются. Холодильник вот есть, да? Тостер, сок, бинт, один, второй. Кстати, бинт можно, в принципе, взять. Глобус. Тут какая-то хрень разбросана. Я думаю, кусок металла. Давайте тоже возьмем. Так, все, отсюда выходим тогда. Там ключ какой-то. Я думал, это автомат, если честно валяется. Нет, это ключ. Да, кстати, интересно, есть ли здесь огнестрельные какие-то орудия. Интересно узнать. Ключ. Много-много всяких зомби. Так, давайте посмотрим, что у нас там. Доберитесь до места. Лейковый лей. Так, тут вот тоже много чего интересного валяется. Маленькая бутылка воды, гвозди, бумага. Нет, ребят, знаете, мне все-таки кажется, что тут, наверное, ничего, по сути, интересного нет. То есть, везде валяется всего лишь какой-то такой вот непонятный лут, который, скорее всего, будет мне нужен исключительно для крафта. Вот. А всякие там, ну, типа, одежда новая, всякое такое, я думаю, что здесь, наверное, нету. Темно-синие штаны, черно-кожаные ботинки, словарь, веревка. Так, ну, давайте посмотрим, что у нас вот здесь еще. Бумага, бумага. Журналы. Нет, тоже ничего нету, к сожалению. Там тоже, вон, ключ лежит. Тут всякие зомби ходят. Был какой-то сильный зомби. Так, минус этот. Минус этот. Минус этот, отлично. Что из них выпало? Говяжья ребрышка. Нет, до фени вообще. Отбиваем вот этого зараженного какого-то зомби. Туда, я думаю, я не пойду. О, там тоже он какой-то... Немножко бронированный такой, типа, зомби. Ух ты, гад. Нифига себе, ты какой мощный. Ну, все равно убил. Без проблем. Получай. Получай. О, там что-то выпало вкусное из них. Вот так. Что тут выпало-то из вас? Ножка стула эпохи Луи Филиппа. Да ладно. Она мне, к сожалению, не нужна. У меня пила посильнее, чем эта ножка стула. Ну да, тут, оказывается, есть, в принципе, зомби, которые посильнее, да? Такие, типа, мощные вообще. Мощные, Вася, такие зомби. Вот так, добиваем этого. Добиваем этого. Интересно вообще, насколько эта карта большая. Мне кажется, вряд ли она прям такая. Сильно большая карта, скорее всего, нет. Опа, у меня сломалась пила, что ли? Да, ребят, у меня, походу, сломалась пила. Ладно, тогда, я думаю, что стоит взять ту ножку, которая там валялась. Оказывается, здесь все-таки предметы ломаются, да? Я надеюсь, она там еще лежит, эта ножка. Нет, нету. Интересно. Лут, значит, у нас пропадает, да? Печально. Но у меня сейчас, получается, самое сильное, это камера. То есть, можно драться камерой. Нет, что-то она как-то вообще слабенькая, эта камера. Лом, по-моему, посильнее. А, нет, тут просто именно такие зомби сильные. Тут именно зомби просто сильные. Так, добили этого зомбака. Этого тоже добиваем. Ух ты, блин, током бьет. Прикалываешься? А что это он, блин, током бьется-то? Убили этого. Отлично. А, ну тут, видимо, какая-то новая, типа, территория. Да, здесь более мощные, наверное, зомби. Как мне кажется. Ну, какой-то щит мне дала. Спасибо большое, девочка. Да убей же ты его. Теперь будем биться с этим. С этим бронированным. Ага, отлично. Разобрались с ним. Мне просто интересно вот этот вот уровень угрозы сделать выше. Не знаю, что он дает. Но вот интересно его, на самом деле, прокачать. Вот так вот. Хорошо, перебили всех. Гантеля есть. Вот такая вот урона. 48, офигеть. Ну, давайте возьмем ее. Здесь у нас что? Футбольный мяч. Футбольный мяч мне не нужен. Давайте посмотрим, что здесь в сумках. Бинты. Вижу бинты. Водяной пистолет. Доска. Бейсбольная перчатка. Лук. Ух, нифига себе. Лук. Урон 96. Пуханный нож тогда выкинем. Возьмем лук. И что, я прям буду стрелять издалека, что ли, по ним? Наверное, нет. Наверное, все-таки буду биться им вблизи. Или нет? Подождите, он не стреляет. Скорость так и медленно. А у меня нету стрел. Наверное, нужны к нему стрелы еще, да? Ну, я думаю, что да. Гантели. На, по голове, получила ничьи зомби. Убей его. Че ты, блин, встал? Че-то он как-то очень, очень медленно. Очень медленная скорость атаки. Бьет, конечно, очень медленно. Ой, там какой-то странный зомби. Опа! Че это у меня такое? Уровень угрозы 1. Опыт плюс 5%. Демаг плюс 3%. Голод че-то там плюс 10%. Вот так вот, ребят. Так что я думаю, что этот показатель, наверное, прокачивать стоит. На тебе! Хвати кусок. На, на! Ой, у меня лом уже такой гнутый весь стал. Жесть. Да, нужно постоянно искать, на самом деле, различное оружие, которое здесь может быть. Вот этот странный зомби. Я хочу его убить. Довольно опасно как-то он так выглядит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Баданч! Я так и знал, что будет примерно что-то типа того. Этот у нас зомби теперь зараженный. Так. К нему лучше не подходить. А вот этот зомби бьет током. Этот зомби шарахает током. Тот же такой жесткий. Вот так вот. Так, ну давайте продолжим здесь тогда тоже биться. Так, у меня сломался лом. Это плохо. На! Чем будем биться дальше? Я даже не знаю. Давайте, наверное, камеру тогда или нет. Давайте возьмем секатор, наверное. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Отлично, разобрались. Хоп-хоп. Оп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Да, с секатором мы будем долго это делать. Блин, если бы я знал, что оружие ломается, я бы взял бы ту ножку стула, которая там валялась у нас. И что ты пришел сюда? Я тут, блин, сам как бы это, лазил вообще-то. Пришел он сюда, блин. Ты смотри на него. Давайте, ребят, найдем, наверное, какое-нибудь еще оружие здесь. И отправимся уже тогда в другой город. Сейчас что-нибудь поищем. Вон там какая-то валяется палочка непонятная. Волшебная палочка какая-то. Низкое качество, урон 11. Вообще какая-то бесполезная, по-моему. Да, нужно явно мне что-то делать сейчас с оружием. Искать какие-то, я не знаю, палки, доски, нож. Вон, в принципе, нож можно взять. Да, биту. Там, кстати, были какие-то и бита где-то там была, я видел. И что-то типа того. Так что я думаю, что стоит тогда отправиться вниз. Да, ну и, наверное, все-таки, я думаю, сходим до следующей локации. Lake of U Lane. Посмотрим, что у нас там. Здесь какой-то чувак стоит. Подушка. Не, подушка мне ни к чему. Так, что у нас здесь валяется? А вон там чувак. Уф, нифига себе, у него лук, у него меч, у него копье. Офигеть. Офигеть. Секатор. Секатор мне не нужен. Тут что у нас валяется? Скейтборд. Ну вот можно, в принципе, взять. В принципе, можно взять. Бита, бита у чувака. Вон доски есть. Вот какой-то лом или что это, да? Можно тоже пойти взять. Так, ну давайте полыкидываем, во-первых, все, что у меня здесь есть. Все, что мне не нужно. Скейтборд. Лук. Так, вот это. Вот это выкинем. Заметки выжившего. Скорость атаки. Быстро. А, ну это типа то, что у нас случилось в мире, да? Я думаю, что эту книгу можно выкинуть. Эта книга у нас активный навык какой-то дает. Бинты. Так, ну это мне все не нужно. Оружие тогда переставляем сюда. А, подождите. А, это блок. А стрелять вот, видимо, да? Выстрел. А, все, я понял. Стрелы здесь, оказывается, не нужны. Деревянная трость. Нет, слабенькая. Деревянная трость у нас слабенько бьет. Вот есть доски. Доска 19. Ну, получше как бы уже, получше. Ну, опа, отлично. Отлично. Оп, оп. О, там какой-то жирный какой-то вообще, смотрите, накачанный какой-то зомби. Ага, получил. Может быть, это какой-то босс? Зомби-босс, типа? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да хватит бить меня. Блин, меня заразили. Заразили, заразили, гады. Кукри. О, отлично. Так, ладненько, ребят, давайте уже переходить тогда в новую локацию. Хотя здесь, в принципе, еще тоже много чего можно побегать, поизучать. Но я думаю, что давайте сходим в новую локацию. Если что, я думаю, сюда вернуться будет можно. Поэтому... Тем более, я не вижу здесь больше никаких миссий, ничего. То есть, я думаю, что смысла здесь дальше бегать нет. Так, вот она у нас, следующая локация. Давайте отправляемся туда. Не показано там, знаете, что, типа, там, левел, который, типа, нужен, чтобы отправиться в эту локацию. Всякое такое. То есть, можно отправляться спокойно вообще, без проблем. Поговорите с охранником рядом со входом. Стоять, я тебя не знаю. Хочешь попасть внутрь? Отлично. Тогда покажи мне укус. Я имею в виду на твоей шее. Покажи мне след от укуса зараженного. У тебя же наверняка где-то остался шрам. Вот, молочина. Что ж, поздравляю. Тебя укусили, но ты не превратился. Значит, у тебя хороший... Значит, у тебя есть иммунитет, как и у всех нас. Хорошо, можешь проходить. Иди прямо к мисс Лейн. Она же Мерф. Она тебя зарегистрирует. После этого ты сможешь переходить и уходить, когда тебе вздумается до тех пор, пока соблюдаешь наши правила. Не кричать, не орать, не вопить, не петь и вообще не производить никаких громких звуков. Правила о запрете излишнего шума. Главное для Лейковью. Знаешь, зараженные слепы, но какой же у них острый слух, как мы обеспечиваем безопасность. Второе. Не буду оглашать тебе весь список. Просто не конфликтуй с другими людьми и не шуми. Тогда все будет в порядке. Конечно, если я тебя поймаю на воровстве, мало тебе не покажется. Так, поговорите со следующим персонажем. Да, здесь я вижу вода есть какая-то, много еды. Люди, которые, ну, типа здесь торгуют. На самом деле, я так подозреваю, что здесь торговли нету. Хотя, может быть, и есть. Подождите, вот можно купить. А, я понял. То есть, покупка у нас осуществляется только за донатную валюту. Это, видимо, просто стоит у нас какой-то чувак. С этим тоже я торговать не могу. Так, что здесь еще есть? Есть какой-то вот такой стол. Приключения. Экспедиция. Получается, я могу отправиться в приключения. Пережить новые повороты сюжета в мире Дэд Мейз. Так, что здесь есть еще? Там вон секатор, я вижу, валяется. Но тут ничего брать нельзя. Такое вот, как бы, дело. Ладно, очередное новое лицо. Так, имя, возраст, что умеешь? А, окей, записала. По случаю знакомства, вот тебе бесплатный совет. Мы не любим лентяев. Лентяи умирают в одиночестве. А ты ведь не хочешь умереть в одиночестве, да? Если собираешься стать частью общества, шевели булками и делай, что скажете. Все ясно. Конечно, ясно. Поговорите с персонажем Хлоэ Торн. А где она у нас? Хлоэ здесь уже, да, походу? Уже пришла сюда сама. Так, вот она стоит. Курочки тут всякие бегают, петушки. Курочки, петушки. Хлоэ. Ура, у нас получилось. Мы все целы. Поздравляю, приятель. Ты официально открыл для себя то, что осталось от цивилизации. Эта дыра едва держится, но это лучше, что у нас есть. И, возможно, другого шанса не будет. Так что, давай-ка воспользуемся этим. К тому же, у нас есть бухло. Иногда, кстати, о бухле. Я обещал тебе пиво. Так что, прозит, чего? Пиво. Хорошее качество. Отлично. Спасибо большое за пиво. Если серьезно, пора рассказать тебе о нашем лидере Эгоне. Официально он отправился на стремительную вражительную миссию на север. Переезжает твой вопрос стремительный. Это типа Бэтмобиля, только хуже. Гораздо хуже. Даже не могу тебе его описать. Он дико шумный, очень быстрый. Может проехать через что угодно, включая орды зараженных. Очень полезная машина, сконструированная Эгоном. Но он собрал ее не для своих личных нужд, а для пользы всего сообщества. Когда я искал припасы в одном городке, недалеко от Сакрамента, я услышал весьма характерный рев стремительного, мчащегося в сторону города. Эгона не должно было быть там. Поэтому последовало за ним, чтобы выяснить, что происходит. В этот момент я увидела ракету, а потом и тебя. У меня ощущение, что либо Эгон в опасности, либо Уоллес. Руководящий Лэковью в отсутствии Эгона дурит нас по полной о его местонахождении. Послание, которое ты нашел, как раз подтверждает, что Уоллес либо дурак, либо врет. Либо и то, и другое. Потому что Эгон явно не где-то там на севере. Так что что-то не сходится. Происходит что-то неприглядное в тайне от всех. И я хочу узнать, что именно. И ты тоже должен хотеть узнать, если собираешься остаться здесь. Но мне понадобится твоя помощь, ведь я ранена. И еще кое-что. Тут есть один парень с обгоревшей кожей. Кажется, его зовут Гэри. Он говорит, что нашел хорошее место, где могла бы поселиться небольшая группа людей. Но пока он пытается расчистить место, пока пытался расчистить место, его чуть не убили. Можешь сходить, глянешь, что к чему. И остановишься поблизости от Лейковью. Что-то подсказывает мне, что пригодится твоя помощь. Поговори с ним позже. В смысле остановишься? Я типа могу здесь сделать свою базу, что ли, какую-то? Или что? Не пойму вот этого сейчас. Давайте найдем этого чувака. Так, это не тот чувак. Подождите. А, ну вот у меня сейчас стоит к нему маркер, да? Гэри Андерс. Вон он. Офигеть, он какой-то полумертвый, что ли, да, валяется? Офигеть. Моя кожа так горит. Я пережил чертов апокалипсис, бомбардировки. Только для того, чтобы, не подумав, бросить коктейль Молотова, Взараженного, напавшего на меня. Как я мог так ступить? Поверить не могу. Доктор Лин, по доброте. Так, все остальное. Женщина мертв, без тени сомнения. Так, я посылал Хлоя. До этого нашел, привелась сюда. Это идеальное место. По многим причинам. Но я не могу закончить начатое коктейль Молотова. Если хочешь, можешь отбираться туда и закончить. То я начал. Я все равно, еще не скоро смогу. Лейковью давай покажу тебе на карте. Открыли новую территорию. Ну, давайте сходим туда. Добритесь до этого места. Тем более, у меня главная миссия. В принципе, надо сходить туда. Так, ну давайте сходим. Посмотрим, что там нас ждет. Двигай телом. Давай, двигай телом. Двигай телом. Давай, двигай телом. Вход в лагерь. Посмотрим, что за лагерь. О, топор. Топор, это хорошо. Убейте зараженных. Пять зараженных нужно убить. Возьмем сразу топорик. Так, вот здесь тоже есть топорик. Получше немножко. Еда, вода. Пиво берем, хаваем. Топорик ставим. Вот такой вот большой. Получи. Ой-ой-ой-ой-ой. Опасный зомби. Опасный чертовый зомби. Ну бей же ты по ним. Давай, давай, давай. Хилься, хилься. Не забываем хилиться. Да, атака, конечно, очень, очень медленно. Здесь у нас персик и батарейка. Здесь у нас банан. Мне, в принципе, ничего это не нужно. Вот так. Вот так, получи. Получи. Это что у нас такое за значок здесь? Не знаю, что он значит. Но что-то, видимо, с персонажами так. Не веселье. А, на веселе, наоборот. Господи. Ослепление плюс пять процентов. А, ну это типа из-за того, что я пиво, наверное, выпил, да? Скорее всего. Что у нас здесь? Кухонный нож. Бутылка, словарь, рыба в панцире. Все, больше тут ничего нету. Так, какие-то ворота. Смотрите ворота и войдите в лагерь. Только что открыли на территории лагерь выжижи. Постройте в своем лагере кухонная плита. О-хо-хо. Ребята, у нас теперь свой лагерь есть. Где мы можем потихоньку отстраиваться, видимо, окрафтить и всякое-всякое такое. Ладненько, ребят. Я думаю, что мы тогда на сегодня выпуск закончим. Тогда на следующем выпуске уже будем отстраивать свой собственный личный лагерь. Смотреть, что тут и как. Строить кухонную плиту и всякое-всякое такое. Но на сегодня все. Если хотите продолжения, пишите об этом в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Коровит. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok